В ближайшее время из Украины могут уйти все банки с российским капиталом. Таковы прогнозы экспертов. Из-за санкций у многих некогда успешных финн-учреждений уже начались серьезные проблемы с капиталом. Санкции, стремительный отток капитала, вылазный дефицит доверия со стороны клиентов уже вскоре могут поставить на грань банкротства, российские банки в Украине считают эксперты. Пока в СНБО вслед за США готовятся ужесточить против них санкции, банкиры подсчитывают убытки. Многие украинцы уже забрали вклады из таких банков. В результате в прошлом году лопнули два крупных российских финн-учреждения. Недавно о закрытии заявили и в дочке российского ВТБ. Два крупнейших банка с российским капиталом, которые до сих пор работают в Украине, Сбербанк и Проминвест. Если первый полностью принадлежит российским инвесторам, то Проминвест банк лишь на 60%, что в банке предпочитают не афишировать. Именно Проминвест за последние два года понес одни из наиболее серьезных потерь. Ведь его собственник, российский государственный внешэкономбанк, еще с 2014-го остро переживает американские санкции. В результате депозиты Проминвест банка сократились на 80%, а убытки в прошлом году перевалили за 5 миллиардов гривен. Перекрытые улицы, драки и стычки с полицией. За последние четыре года в Украине исчезли 92 банка. Некоторые просто ушли с рынка, другие обанкротились, оставив вкладчиков ни с чем. Масштабные акции протеста уже не раз становились последним рычагом влияния для тысяч обманутых клиентов, лопнувших банков. Роман – вкладчик банка «Дельта», который обанкротился в 2015 году. Вместе с топ-менеджментом исчезла и большая часть вклада Романа. С тех пор он каждый месяц ходит в суды, пытаясь вернуть деньги. У меня именно пропала сумма около 50 тысяч долларов, скажем так. То есть 200 тысяч гривен не компенсировали с этой суммы. Вся остальная сумма вот сейчас в надежде после процедуры ликвидации, при продаже активов мы надеемся и боремся за это, чтобы хватило денег с этих активов. Вот сходим, сегодня были заседания, мы уже несколько лет, даже больше двух лет занимаемся судами, контролем по судебным делам. Таких, как он, в Украине тысячи. Михайловский, Дельта, Даниэль. Дела по этим банкам уже тянутся годы, и когда люди получат свои деньги, неизвестно. Уже вскоре этот список могут дополнить российские финучреждения, работающие в Украине, уверяют эксперты. За прошедшие два года украинцы забрали из проминвеста более 5 миллиардов гривен. А эксперты уже неоднократно заявляли о том, что банк переживает массовые невыплаты по кредитам, большую часть из которых там выдавали в валюте. Если так продолжится и дальше, чтобы спасти проминвест, могут потребоваться серьезные вливания капитала. Но вот у его российских собственников, потерявших из-за санкций миллиарды долларов, они найдутся вряд ли. Во внешэкономбанке уже заявили, что вместо спасения проминвеста намерены его продать. А НБУ спасать банк явно не станет, уверены эксперты. Сделать так, НБУ не будет. В никаком случае. И это касается не только с точки зрения экономической прагматики, а с точки зрения той реакции, которая будет в обществе, если это станет. То есть это, возможно, приведет к очень сильному негативу. Единственной надеждой вернуть депозиты для украинцев останется фонд гарантирования вкладов. Но дело может растянуться на годы. И длительные судебные процессы, считают экономисты. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер.